Какой он современный олимпиадник среди 300 участников не случайных школьников? Все они приехали на Всероссийскую Олимпиаду. Это победители школьных и региональных этапов, юные специалисты в области обществознания. Поэтому старался основательно, ежедневно и прорешивал задания прошлых лет, изучал теорию, решал многочисленные задачи по праву экономики, философии, культурологии. Ну и надеюсь, что будет достойный результат. Мы очень ждем интересных заданий, действительно новых форматов, интересных, чтобы было решать необычно, чтобы не было привычных нам заданий. Результат, конечно, важен, но то комьюнити, которое сейчас ощущается в актовом зале, это, конечно, непередаваемо важно. Заключительному этапу есть чем удивить участников. Задания составляли педагоги и профессоры престижных высших заведений страны. Они же и вошли в состав жюри. Участникам предстоит три тура. Первый проверит их знания по всем отраслям предмета. Второй – письменный, на аналитическое мышление и знания в разных сферах. И третий – устный, проверит, насколько свободно участник говорит и формулирует мысль. Сама Олимпиада, конечно, меняется. К ней стало намного больше внимания со стороны государственных органов. Намного больше коврижек светит участникам. Ну и это как-то настраивает их на более воинственный лад. Поэтому какая-то такая теплая ламповая атмосфера, которая была раньше, она потихоньку уходит. Все становится более жестким, более требовательным со всех сторон. Со стороны организаторов и со стороны школьников. За период проведения Олимпиады ребята примут участие в научно-познавательной и культурной программе. Познакомятся с историческими и культурными ценностями региона. Родина талантов должна помочь участникам взять ориентир на победу. Среди тех, кто выбирает общество знания, есть разные жизненные пути. Но есть и выбор юридической профессии. И многие выдающиеся юристы тоже вывезли из стен ульяновских вузов. Это и Мор Москвы Сергей Семенович Собянин, и руководство ряда правоохранительных органов, и полного суда, и генеральной прокуратуры, и следственного комитета. Поэтому по окончании вашей учебы в школах мы с удовольствием ждем вас в Ульяновске. Заключительные испытания Всероссийской Олимпиады продлятся до 9 апреля. В состязаниях участвуют школьники из 87 субъектов Российской Федерации.